Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Напомню, для вас мы работаем по городу Краснодару не только с домами, но и с квартирами. Также работаем вокруг до 60 километров. Сейчас мы с вами локацию уже до 120 километров вокруг Краснодара. Поэтому в любой бюджет, в общем-то, можем предложить вам варианты. Если вас интересует приобретение жилья ближе к морю или на Черноморском побережье, для вас мы работаем по городу Анапа. Сегодня мы с вами будем смотреть одно из моих любимых направлений. Это направление станицы Маринска и Лизавитинское шоссе. И, собственно, мы находимся с вами сейчас в самом центре станицы по улице Ленина. Уж в центре и не придумаешь, как говорится. Шаговая доступность здесь у нас школа, детские сады, магазины. И до выезда на асфальт с грунтовой дороги буквально 50 метров. Будем смотреть с вами дом 1985 года постройки, расположенный на 8 сотках земли. А начнем мы с вами, как обычно, с земельного участка. Смотрим с вами на ширину фасада. Фасад здесь 17 метров. По фасаду идет забор на металлопрофильном каркасе. Внизу фундамент кирпичный, металлические столбы и вот здесь металлопрофиль. Для въезда под машину у нас предусмотрены откатные ворота. Они будут по правую сторону. Здесь немного не видно за счет того, что у нас вот здесь для курочек место оборудовано. Но в целом под заезд оно присутствует вот сюда. То есть вот место для заезда под машину, оно существует. И калитка для входа в дом. Значит, мы сюда с вами заходим. Бетонированная площадка для поддвор. Везде у нас уложена отмостка. И бетон залит вот под придомовую территорию, чтобы было всегда сухо, без грязи. Ну, в общем-то, было комфортно перемещаться по придомовой территории. Участок разбит, как обычно, на две части. На зону клумб перед домом и на огород сзади дома. А давайте смотреть, что у нас есть впереди. Розарий посажен. Кумбы, пионы. Тут большое количество разных цветов. Гладиолусы, рис вот вижу лезут. Большой уже достаточно виноградник. Причем виноградник с левой стороны у нас сидит. Будет заплетать вот эту вот всю живую изгородь, включая вот в эту сторону. Виноградник уходит сюда, вот прямо перед окнами. Поэтому будет создаваться такая естественная тень. И также виноградная лоза создает живую изгородь в беседке. Ну, вот, в общем-то, навес под домом. Да, вот можно видеть, что здесь стол предусмотрен, лавочки. Ну, понятно, что по лету это здесь, наверное, самое такое любимое место, чтобы посидеть, отдохнуть в виноградной тени. Пойдемте дальше. Будем смотреть непосредственно сам земельный участок и надворные постройки, которые встречаются нам по пути. Значит, друзья, с правой стороны можем видеть сами кирпичный сарай. Там площадь порядка шести квадратных метров. Бетон на полу, не грунтовый пол, стены заштукатурены. Пользуются как под сарай. Ключик, к сожалению, не нашли сейчас, чтобы открыть. Дальше с вами проходим. По правой стороне вот такое непонятное сооружение. Это навесы, каркасы. Там живность держали. И сейчас есть курочки. Ну, в общем, по-хорошему, конечно, это надо все разбирать, перебирать и выбрасывать, чтобы не захламлять земельный участок. Далее мы с вами перемещаемся непосредственно на сам земельный участок. Основная часть участка у нас находится за домом. Это 8 соток. Земля у нас по ДЖС. Здесь у нас посажен молодой сад. Сидят абрикос, груша, инжир, яблоко, грецкий орех, фундук. Есть даже унаби. Ну, виноград мы вам показали в самом начале. Также есть кустарники, смородины, малины. Ну, в общем-то, молодой сад, тот, который необходим, он здесь у нас посажен. Участок ровный, светлый, правильной прямоугольной формы, без уклонов. Ну, в общем-то, все как положено. По коммуникациям на участке у нас газ, свет, вода. Здесь центральная и на участке у нас есть скважина. Вот можно обратить внимание на шланги, которые протянуты, протянуты. И вот она сама насосная конструкция. Скважина у нас оборудована здесь, скважина для полива. Ну что, друзья, земельный участок мы с вами осмотрели. Давайте будем смотреть непосредственно сам жилой дом. В общем, понятно, да, что вот здесь вот с правой стороны их никуда не спрячешь, не уберешь. Это вот под птицу, под котину, просят, убежали кроликов. Поэтому, конечно, это по-хорошему бы все убрать и что-то свежее построить. Ну, либо пользоваться пока тем, что есть. Поэтому, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому вроде кажется, что такие неказистые сарайчики, но в то же время всегда можно какое-то время это поиспользовать, а потом уже убрать. Итак, земельный участок мы с вами осмотрели. Напомню, что его площадь составляет 8 соток. Мы находимся сейчас с вами в центре станицы. Дом будем смотреть 1985 года постройки. Стоимость домовладения составляет 4 миллиона 900. Дом Краснодара здесь у нас порядка 30 километров. Я сейчас ехала в обеденное время. Ну, где-то 40 минут. Время в пути, дорога отличная, шоссе не загружено, Елизаветинская. А до моря ближайшая точка у нас, Темрюк, это 130 километров. Также Анапа примерно точно так же. Если ехать в другую сторону, в сторону Джубги, то будет порядка 150 километров. Ну что, друзья, переходим непосредственно к самому дому. По инфраструктуре рассказала школа, садики. Здесь все в пешеходной доступности, потому что это центр станицы. Поликлиники, аптеки, магазины. Не буду все перечислять по пальцам. Кому интересно, Яндекс.Карта, 2ГИС, да, в помощи. В центре станицы понятно, что все есть. Станица хорошая, с развитой инфраструктурой. Переходим к дому. Дом у нас на фундаменте. Фундамент ленточный, 80 сантиметров лента. Смотрим, есть у нас токоль, все это кирпичное. Дом полностью кирпичный. 85 квадратных метров. Дом 85 метров, 85-го года постройки. Давайте мы его обойдем со всех сторон. Убедимся в том, что видимых дефектов на стенах у нас не обнаружено. Фундамент крепкий. Дом кирпичный, каких-то трещин, изъянов. Таких вот ничего глобального не вижу. Кирпич, как говорится, все согласно возрастам. Если дом заштукатурить, облицевать фасады, ну, конечно, будет совсем другой внешний вид. Обращайте внимание, что везде окна заменены, откосы, отливы, все это присутствует. С этой стороны тоже дома смотрела. Давайте покажем сразу, да, для понимания, что дом 85-го года постройки. Трех метров здесь никаких нет. Но законодательно это все регламентировано, все узаконено. Друзья, я сегодня на обзоре не одна. Со мной наш сотрудник, станица Маринской, Татьяна Пастухова. Прошу любить и жаловать. Объект ее. Татьяна сама живет в этой же станице. Твоя любимая? Да. Какая? Маринская. Есть еще у нас в работе Новомышастовская, Ивановская. Все знаем. Да, по этому направлению ребята работают по Елизаветинскому шоссе. Поэтому, Татьяна, в какой бюджет сейчас можем дома подбирать? От 2 700. И подберем. Сейчас у нас самые популярные бюджеты. Это от 3,5 до 5 миллионов. Поэтому у ребят сейчас стоит прям такая глобальная задача. Сделать так, чтобы мы были в рынке и радовали вас предложениями в тот бюджет, который мы сейчас можем осилить. Поэтому самое лучшее стараемся для вас сейчас выбирать. Татьяна, а что сама когда-то выбрала для переезда в станицу Маринскую? Из каких выбирали? Выбирали вокруг всего города. И выбирали по дальности от города. Из Маринской очень удобно ездить в Краснодар. На самом деле не загруженное шоссе. Станица очень развитая, активная, очень благоустроенная. Видно, что люди очень любят свое место для проживания. Это всегда подкупает. А из какого региона переезжали? Мы из Челябинска. О, передавай привет. Привет. Челябинску. Привет, Челябинск. Привет, Уралу. Пойдем кому еще? Уралу. Привет, Уралу. Так, ребят, пойдем дальше смотреть дом. И будем переходить непосредственно в сам жилой дом. Ну что, друзья, будем смотреть с вами дом. Напомню еще раз. Дом полностью кирпичный. 1985 года постройки. Со всеми центральными коммуникациями. Газ, свет, вода. Все в доме. Скважина на участке для полива у нас присутствует. Будем смотреть с вами дом. Начнем. Какой стороны пойдем? Пойдем справа на лево. Планировку обязательно приложим. Переходим с вами из прихожей. Попадаем в жилую комнату. Прихожая, кстати, у нас правильно прямоугольная форма. Восемь квадратных метров. По дому сделан везде ремонт. Такой косметический, я бы сказала. Ну, все чисто, аккуратно. В принципе, 85 квадратных метров есть где разместиться. А данная комната у нас площадью 14 квадратных метров. Правильная квадратная форма. На полу лежит ламинат, стены под покраску, потолок, потолочная плитка. Переходим с вами дальше. Из этой комнаты мы попадаем, ну, вот такая планировка. Попадаем сразу в санузел. Санузел здесь достаточно большой, просторный, прямоугольная форма. Все отремонтировано. Хороший кафель на стенах, облицованные стены. На полу также кафель. А сантехника, посмотрите, прям в идеальном, я бы сказала, в отличном состоянии. Установлены все коммуникации, которые нужны. Канализация, водичка, все подключено, все работает. По планировке пока так. Мы из санузла попадаем в зону кухни. Ну, такая вот древняя, скажем так, планировка. Ну, вот как есть. Зато дом у нас в станице, крепкие стены. И здесь прямо вижу, как сделать такую небольшую перепланировку и пристройку. Ну, в целом, вот пока как есть. Значит, это у нас зона кухни. Здесь у нас площадь порядка 8 квадратных метров. Ну, ремонт, как видите, тут косметически пытались сделать. Но кухня, конечно, подлежит ремонту. Котел у нас с польной работает на отопление. На горячую водичку работает колонка. Про что я говорю? Чтобы нам сделать здесь перепланировку. Смотрите, вот здесь есть выход во двор. И данная территория, ну, она вот под такой непонятный навес, под летнюю кухню предусмотрена. Если учесть, что это у нас кирпичная стена, часть дома. Там у нас кирпичная стена, это продолжение кухни. Здесь прямо вот напрашивается по-хорошему увеличить площадь кухни вот именно на эту территорию. То есть выставить две кирпичные стены, да, вот сюда. И полуаркой открыть сюда простор помещения. И будет прекраснейшая у вас кухня. Прям вот замечательнейшая площадью порядка, я не знаю, тут 25, наверное, квадратных метров. Причем отопление здесь все заведено. Пару труб кинуть, и проблемы никакой нет. И точно так же окно, да, в пол, и можно поставить, можно сделать выход именно во двор. То есть вот здесь прямо такая вот не глобальная переделка может быть, но очень интересно получится. И в этом случае, если здесь сделается вот такая перепланировка, то, собственно, вот вход в кухню, соответственно, он здесь закроется. Станузла, чтобы мы туда не попадали, вот так. А вот здесь, из этой комнаты, нужно будет открыть вход в кухню. И представляете, какая классная получится планировка. Общая гостиная с выходом в кухню, да, с выходом на улицу. Огромнейший санузел, порядка 11 квадратных метров. Я уже придумала, как сделать из этого дома конфетку с какими-то такими, ну, для начала с небольшими вложениями. Не ругайте меня строго, потому что, ну, вот есть у меня такая мысль, что-то перепланировать, рассказать, поделиться с вами. Либо примите к средине, либо просто пропустите мимо ушей. В целом, дом полностью готов к проживанию на сегодняшний день. Да, простенький, скромный ремонт, но дом жилой, ухоженный, теплый, с огромными вот такими толстяными кирпичными стенами. Итак, дальше мы с вами переместили в следующую жилую комнату. Комната у нас 16 квадратных метров, правильной квадратной формы. И из нее есть еще одна смежная комната. Эта комната по площади побольше, составляет она 18 квадратных метров, правильной квадратной формы. Везде окошечки, напомню, поменены. Система отопления, ну да, здесь старая, чугунные батареи, вот такие вот толстенные трубы. Часто пишите, что вот система отопления. Ребят, какая есть? Когда все поменено, друзья, уже и отопление, и ремонт сделал, ну тогда это уже станется не 4 900, а это 7, 8 и выше. Поэтому для того, чтобы зайти в дом и жить, да, здесь все есть. Отличное местоположение, разработанный хороший участок, все центральные коммуникации, доступная по бюджету цена. 4 миллиона 900 стоимость данного объекта. Понятно, что это не безумно дешево, но есть объекты F-3 500, поэтому если нужно подальше от Краснодара, то добро пожаловать, мы подберем любой вариант. А вот чем ближе к Краснодару, тем стараемся нам все тяжелее и тяжелее, как говорится на сегодняшний день, найти вам достойные варианты, которые не стыдно предложить. Дом стоит своих денег, исходя из местоположения и своих технических характеристик. Если готовы рассмотреть данный объект, пишите, звоните. С удовольствием Татьяна вам его покажет, находится здесь по локации, в любое удобное время всегда подъедет и оперативно организует просмотр. А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, комментарии. Мне будет очень приятно. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».